Продолжение работы с юбочкой подрезка мелких деталей. В данном случае это пояс. Мы вырезали заготовочку из основной ткани, потом мы проклеили ее дублеринчиком всю ширину и разложили обязательно на столе. Вот эта клеточка на столе, она мне помогает прямые линии формировать. Берем длинную линейку с лицевой стороны, мои хорошие. Рисуем сначала одну линию. Я по ней буду работать, допустим, оверлоком. Могу срезать оверлоком по ней. Потом откладываем ширину пояса. Мы хотели сделать 8 см, потому что 3 см в готовом виде и сантиметрик на шовчик. Поэтому вот наши 8 см с этой стороны, 8 см с этой стороны и рисуем вторую линию. Суть в чем? В том, что я всегда сначала делаю заготовку. И вот так я выровняю наши линии. Почищу ножничками обязательно. Сначала проклеили карь, потом делайте вот такое выравнивание. И по второй линии можно ножничками пройтись, а можно сразу оверлоком, потому что мы будем второй краешек пояса. Мы будем обмётывать самая простая технология обработки, с чего стоит начинать всем начинающим. Обмётываем вторую часть, вторую сторону нашего пояса. Продолжение работы с поясом. Утюг пополам вот так сгибаем, обмётанным краешком к себе и уравниваем срезы. Старательно уравниваем срезы. Идём по всей длине. Идём по всей длине. Сформировали прямую полосочку нашего пояса. А теперь мы её заводим. Делаем такой небольшой овал. Смотрите. Сколько позволяет нам ткань. Немножко-немножко вы вот так вот его поворачиваете, поворачиваете и превращаете его в такую вот дугу небольшую. Вот такую дугу. Так. Подождать, придавить ручками. Можно не снимать. Итак, внимание. Смотрите, мы подготовили пояс для того, чтобы его притачивать к юбочке к нашей. Кладём этот пояс перед собой и завели его вот по такой дуге красивой. Срезом не обмётанным. Видите, у меня срез не обмётанный лежит ко мне. Вот не обмётанный срез. Сейчас можем так вот даже сделать ещё разочек. Внизу лежит обмётанный, передо мной лежит не обмётанный. Я начинаю работать сначала. Выравниваю вот этот край. Потому что здесь у меня всё не роженка. Отступаю один сантиметр. Примерно 0,7 припуск на шов. Потом беру сантиметровую ленточку и рябом сантиметровой ленточки вот здесь откладываю. Ну, вот так вот будет вам виднее. Откладываю по нижнему краю мерочку нашей талии. 38 у нас было. 76 мне нужно. Смотрите. Нашла 76. Делаю вторую отметочку. Это будут зубчики молнии у меня. Три сантиметра уступчик на пуговочку и примерно сантиметр на шов. И вот это всё я удаляю. Всё. Вот такая чистенькая заготовочка у меня получилась для того, чтобы соединять её с поясом. Сейчас мы будем продолжать работу над ёбочкой.